Результаты начались в течение двух суток практически. Что стало происходить? Разглаживание тонких, мелких морщин, морщинок и тонких линий. Изнутри вот такое ощущение, что кожа, такое ощущение, как будто вот человек пришел, я пришла с кабинета, с такого косметического дорогостоящего ухода, и когда вот приходишь с таких кабинетов, ну где-то в течение суток-двое кожа просто сияет и сверкает. В чем отличие различных видов косметики? Есть более дешевые виды, недорогие косметики, есть серьезные профессиональные премиум линии, есть среднестатистические базовые линии, которыми вы можете купить в магазинной сети. Но в чем их принципиальное отличие? В наполнении ингредиентного состава. Существует понимание базы и активных действующих веществ, присутствующих, которые, собственно, и творят чудеса с вашей кожей. Так вот, чем косметика считается выше классом, тем меньше у нее базового слоя, базового наполнения, базовой массы, и больше ингредиентного состава. В коллекции Privilege ингредиентный действующий состав представлен от 40 до 50%. По технологическим нормам профессиональной косметологии это очень высокий состав. Более того, в Privilege доза витаминов С превышает максимальную, максимально, наверное, минимально допустимую дозу в 3,5 раза. То есть это очень высокий уровень. В 3,5 раза выше витамин С. Собственно говоря, эффект работы с сосудистым руслом, с капиллярами в основном ложится на витамин С. И здесь у нас очень высокая концентрация. Также высокая концентрация витаминов А, витаминов Е, которые по особой технологии смешиваются с мелкомолекулярным коллагеном. Вообще молекула гиалуроновой кислоты и молекула коллагена, как вы знаете, они имеют крупные молекулы. Так вот, научной лаборатории Privilege коллекции удалось разработать свою ноу-хау-формулу, которая содержит мелкомолекулярную гиалуроновую кислоту и мелкомолекулярный растворимый коллаген. Также экстракт кофе-кона является трансдермальным переносчиком вот этих вот необходимых веществ в более глубокие слои кожи. Гиалуронат натрия, ацетилгексапептид-8, вы, наверное, увидели в ингредиентном составе, вот это вот составляющая ингредиентная, ацетилгексапептид-8. Существуют пептиды. В брендовых линиях пептиды, это белки, все вы знаете, структурные белки, которые держат каркас кожи. Так вот, существует последняя новая технология, инновационное поколение, это пептиды восьмого поколения, и они присутствуют в нашей коллекции. Ацетилгексапептид-8. При помощи экстракта кофе-кона, при помощи мощнейших ферментов, полученных из различных фруктов, трав, овощей, происходит раздвижение чешуек эпителия, всех слоев эпидермального слоя, и уникальные вещества, пептидайлы восьмого поколения, гиалуронат натрия, витамины АЦЕ, экстракт кофе-кона, и масса алоэ-вер, и очень много, посмотрите, поизучайте ингредиентный состав уникальных веществ, попадает и работает не на поверхностных слоях кожи, друзья, а на самых глубоких, с попаданием в дермальный слой, который и является дерма нашей подушкой, подушкой нашей молодости кожи. Вот, собственно говоря, происходит глубокая адсорбция веществ, и за счет этого происходит, я бы сказала, лечебная регенерация, лечебное омоложение, в течение даже эффекта возрастной кожи, после 58-67 лет, да, ну, вы знаете, я вам могу сказать, уже за месяц видно глубокое, очень глубокое регенерирующее воздействие, омоложение происходит, молодое свечение, женщины начинают смотреть в зеркало и не узнавать себя. Поэтому, дорогие женщины, перед тем, как начать пользоваться базовым и интенсивным курсом коллекции привиледж, сфотографируйте, пожалуйста, свое лицо близко в фаз и в профиль, и через месяц вы посмотрите результат, а кто-то даже уже через неделю, а кто-то через две недели. С возраста, я думаю, ну, после уже 17-18 лет, безусловно, можно использовать пенку для умывания. Безусловно, в жаркую, сухую погоду, уже в 16-17 лет, можно использовать тоник. Увлажняющий тоник, единственное, друзья, нужно избегать при пользовании тоником переорбитальной области, зону вокруг глаз тоником нельзя увлажнять. Только вот все декольте, область шеи, значит, щеки, надбровные дуги, лоб, подбородок, нос, переорбитальная область, нужно четко понимать, что толщина кожи на щеках в 100 раз толще, чем толщина кожи на веках. Но толщина кожи на верхнем веке в 10 раз тоньше, чем толщина кожи на нижнем веке. Поэтому, друзья, давайте сейчас с вами поговорим по специфике пользования косметикой, потому что есть много вопросов. Безусловно, возрастная косметика применяется после 20, в условиях современного состояния кожи, после 25, 24, 27 лет. Но существует базовый регистр и интенсивный регистр. В чем их разница? Безусловный регистр не содержит сывороток. Интенсивный регистр. Здесь происходит пользование косметики от 40 лет, когда мы дополняем более глубокое регенераторное лечебное воздействие сыворотками. Итак, давайте с вами поговорим о пользовании косметикой. Существует два этапа. Первый этап – это эксфолиация или очищение. А второй этап – питание, регенераторное восполнение, восстановление кожи. Этап очищения или эксфолиации, на чем он основан? Молочко. Кофейное молочко. Вы берете несколько капель на ладошки и с водой вспениваете их и промываете все лицо, область шеи и декольте. Но настолько процедура приятная, настолько она обладает шелковистым, роскошным ощущением, тактильным, что, ну, я думаю, это делать можно одну-две минуты. После того, как вы и наши американские коллеги называют это молочко лицевое кофейное мыло. После того, как вы помыли этим мылом свою кожу, эффект отмывания от декоративной косметики, от эффекта работы сальных желез в течение дня, от различных загрязнений. И второй эффект – это размягчение кожи. После этого вы наносите скраб. Скраб – ну, это, наверное, какой-то ласковая кофейная роскошь. В чем его смысл, этого скраба? Здесь абсолютно не нужно выходить на растирание и эффект оттирания кожи через амбразивные вот эти вот косточки. В самом скрабе такое большое количество ферментативных констилляций, что когда вы наносите его просто на лицо, смотрите, переорбитальная область – это табу, мы ее не трогаем. Подержите от одной до двух минут для первого тестирующего раза. если у вас сверхчувствительная тонкая кожа, 30-40 секунд нанесите, подождите, там очень много ферментов, они расщепляют все-все-все-все загрязнения, все сальные, секрет, весь сальный секрет, и раскрывают чешуйки эпителия. И смойте. Если у вас кожа средней чувствительности, 3 минуты, 5 минут, но это же опять все очень индивидуально. Субтитры сделал DimaTorzok